Мы продолжаем вас знакомить с героями нашего времени. Как вы уже, наверное, поняли, речь пойдет о медиках. Сегодня они борются за жизни тысяч людей, делают все, чтобы вирус поскорее ушел. Безусловно, каждый из них заслуживает отдельной программы. Сегодня мы вас познакомим с медиками, которые не профессией едины, но еще и семейными узами. Тему продолжит моя коллега Зарина Бабачиева. Зарина Бабачиева Родители не настаивали. Решение Зорбек сделал сам. Теперь, как и отец Валерий Тотиков, он спасает жизни людей. Чаще всего работаем вместе и часто оперируем вместе. То есть я многому учусь у него, как в операционной, так и в общем в жизни. И в отношении к профессии, к людям, к пациентам, к родственникам и, собственно, к самому себе. Я как раз-то не хотел, чтобы он был медиком, потому что, тем более, хирургом, потому что это тяжелая, очень тяжелая работа. Учился Зорбек Тотиков в Северо-Осетинской медакадемии. Стал доцентом кафедры хирургических болезней. Сегодня доктор медицинских наук вместе с отцом делает прорывы в научной сфере. Статьи на тему онкологических заболеваний публикуют в российских и зарубежных медицинских журналах. Зорбек исполняет обязанности главного врача клинической больницы СОГМА. Вспоминает студенческие годы, когда учился у отца. Бывало так, что я обращался по разным вопросам к нему, особенно когда мы изучали хирургические болезни, проходили у него на кафедре, как студент проходил у него на кафедре. Ну, требования к нему были побольше, пожестче. И он сам от себя больше требовал, чем остальные мои студенты. Потому что двойная нагрузка была и моральная, и психологическая нагрузка избыточная. Потому что он всегда чувствовал ответственность уже не только перед больным, и перед мной тоже. Отец Валерий Зелимханович не напрасно был требовательным. Лечебно-диагностическая программа Заурбека Тотикова помогла уже сотням тяжело больным ракам. Секрет в том, чтобы пациент доверял. Как правильный подход выбирать к тому или иному пациенту, потому что каждый индивидуальный, каждому нужно найти подход, поскольку зачастую в этом лежит успех лечения. То есть, если пациент доверяет врачу, то и вероятность успешного излечения значительно повышается. 7 миллиардов или 8 миллиардов человек, у каждого свои индивидуальные особенности. И анатомистские, и топографические, и функциональные. Поэтому надо индивидуальный подход, стараться индивидуализировать подходы. Хотя есть общий. В любых монографиях, в любых руководствах даются общие понимания проблем. А искусство врача, профессиональный врача, когда он уже сам в этом коридорчике, который оставили, сам уже анализируя, предугадывает возможные варианты. Валерий Зелимханович стал врачом по направлению бабушки. Она всегда хотела, чтобы внук был медиком. Пути в профессию отца и сына схожи. Оба доктора медицинских наук и преподаватели. Тотиков-старший написал около 600 научных работ и провел больше 12 тысяч операций, в том числе и с сыном. У Костаха и Тагурова есть стихи, но где сказано, ну, смысл я просто перескажу. Отец никогда до конца не бывает довольный сыном. Он ожидает еще больше, чем он сделал. Сегодня Валерий Зелимханович ни много ни мало главный хирург Северо-Кавказского федерального округа. Вся наука хирургическая строится, в смысле, всего на трех вопросах. Что делать, когда делать, и нужно делать или не нужно. От ответов на эти вопросы зависит жизнь пациента. Самое сложное – принять правильное решение. Валерий Тотиков считает, что если больному не стало легче после визита доктора, значит, это плохой врач. Действительно должен уметь разговаривать, даже самому тяжелому больному сказать такие слова, чтобы дать ему шанс бороться с болезнью. Новые методики врачей Тотиковых используют многие клиники страны. Это подходы в лечении заболеваний органов брюшной полости и малого таза. Валерий Зелимханович заведует второй кафедрой хирургических болезней СОГМА. Отмечает, что период вируса для будущих врачей – лучшая практика. Большинство сейчас переосмыслит свое отношение, свою позицию к учебе. Сразу же сейчас, вот как индикатором, проявилось все, что к чему, с чего они стоят. И этот фактор, я думаю, что мы из этого поколения получим, там где-то через 2-3-4-5 лет мы получим хороших специалистов. По крайней мере, они будут ответственными. Действительно, многие студенты медицинской академии добровольно пошли спасать жизни больных коронавирусом. Одна из таких – Алена Урумова, студентка третьего курса медицинской академии. А рядом с ней мама – Занзерата Урумова, медсестра Республиканской клинической больницы. На смену они теперь приходят вместе. Иногда у меня самая по волосам путает. У вас говорят, что она по походке узнает, по формам. Больные нас уже различают тоже. Алена присоединилась к медперсоналу в марте, выполняет обязанности медсестры. Главный учитель, несомненно, мама. Как она учит? Если ты ничего не знаешь, она тебе не объяснится. Она тебе даст лоток с препаратами и скажет, да, сделай. А ты не знаешь, как делать. Если ты делаешь что-то неправильно, дай нам отцы. Занзерата Урумова рассказывает, как стала врачом. Ухаживала за мамой, которая болела. Так и набралась навыков. А быть может и символичное имя Занзера сыграло роль. Занзерат Ама-Аш-Ахмат. Остинская книга была. И моей тете понравилась эта книга. И меня прозвали как вот Занзерат. Она была врачом, окулистом, помогала больным, лечила их. Даже в какой-то город она уехала. И там встретила своего отца. И она его полечила так хорошо, что он прозрел. Он был совсем слепой. И прозрел он. И поэтому меня прозвали вот так, Занзера. Мама и дочка признаются, что работать вместе намного легче. На сменах помогают друг другу. В те моменты, когда сила почти на исходе. Поднимает дух и улыбка. Ну, хоть посмеемся чуть-чуть. И легче становится. Нам всегда говорили, что самым главным является то, что... Ну как, собрать анаблиц. То есть, общаться с больным, узнать его. И то же самое здесь, подбадривать их. Потому что от их настроения много чего зависит. Когда они догоняются мыслями, что у вас все плохо. И вот помогать словом надо им всегда. Удивительно, но каждый из врачей, с кем нам удалось пообщаться, отмечает лишь одно. С пациентами надо разговаривать. Поддерживать морально, чтобы у больного было больше шансов на выздоровление. Это подтверждает и Александр Осипов, терапевт Республиканской клинической больницы. Главное, я все-таки считаю, это именно... Ну, потому что вот просто выполняют какие-то назначения. Это, грубо говоря, можно робота поставить, он будет это выполнять. Я считаю, на первое место выходит именно вот все-таки настоящее отношение врача к пациенту. Как бы не зря говорят, врач в первую очередь словом лечит. Александр тоже потомственный врач. Бабушка Любовь Осипова заслуженный врач Северной Осетии. Была доцентом кафедры внутренних болезней СОГМА. Отец Георгий Осипов терапевт. Проработал доктором больше 20 лет. Мама Марина Дзукоева работала в поликлинике ФСБ. Была врачом ультразвуковой диагностики. А сам Александр тоже учился в медакадемии. Когда был студентом, отец работал в клинической больнице СОГМА. Вспоминает, как после учебы приходил на работу к папе. Естественно, он мне подсказывал, когда начинал работать. Какие-то давал советы, рекомендации, на что больше внимания обращать. Вот ты когда начал уже работать, для тебя, в принципе, много что для других врачей как в новинку идет. Ты это уже с детства, допустим, это изнутри знаешь. Каждый из этих героев – врач по призванию. А бесценным остается то, что драгоценные навыки они смогут передавать из поколения в поколение. Это значит, хороших специалистов будет еще больше. Зарина Бабачиева, Сергей Дедикаев, Владислав Туаев, Зараса Кортиева. Специально для программы «В итоге». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова